Сейчас во Владивостоке, в принципе, как и везде, поднимаются цены на все продукты. И наша команда решила узнать, сможет ли студент, имея стипендию всего 3000 рублей, собрать потребительскую корзину в продуктовом магазине. Под понятием потребительской корзины понимается набор необходимых продуктов и товаров для поддержания естественной жизнедеятельности человека. По данным Росстата, студент, которого уже вполне можно отнести к трудоспособному населению, в месяц должен потребить около 10 кг хлебной продукции, 8 кг картофеля и 9,5 кг овощей. Свежие фрукты и мясопродукты должны составлять в среднем 5 кг всего рациона за месяц, сахар и все, что можно перевести в него – 2 кг. Средний вес рыбопродуктов выходит примерно 1,5 кг на человека, а молоко и молокопродукты из приведенного списка весят больше всего – 24 кг. Яйца же высчитываются в штуках. Росстат определил, что их нужно 17. Ну, у нас есть определенный список товаров, которые нам нужно купить, и что положим в нашу потребительскую корзину, нам уже сказал Росстат. Начинаем мы, конечно же, с хлебобулочных изделий. Весь хлеб, который мы можем сейчас наблюдать на прилавках магазина, он составляет около 400 г. Мы решили взять хлеб Кишинев, его стоимость составляет 37 рублей 90 копеек, округлим 38 рублей. Утром яичинку хочет поесть каждый, поэтому к яичинке мы берем сосиски и отправляемся за колбасой и потом за яйцами. Итак, сосиски у нас вышли в 199 рублей 99 копеек, округляем до 200 и идем дальше. Следом у нас колбаса. Колбасу я решил взять ту же, которую беру и я. Особо рекламировать колбасу я не буду, но скажу, что ее цена составляет 239 рублей 98 копеек. И пока мы в отделе мясных продуктов. Сейчас мы как раз справляемся к мясу. Давай мясо! Давай мясо! Попросим взвешить нам один кусочек, посмотрим, сколько он выйдет и сколько грамм он будет составлять. Вот сейчас я смотрю здесь. Говядина мякоть охлажденная 100 грамм 83 рубля. На костях говядина 63. Стейк рибай 150 рублей. Но я думаю, мы возьмем говядину мякоть охлажденную просто. Это самый такой оптимальный вариант. А можно кусочек миска? Да, говядины. А давайте самый красивый по вашему усмотрению. И самый вкусный, чтобы был. Так, кусок охлажденной говядины весом 788 грамм у нас выходит в 653 рубля 96 копеек. Отправляется в нашу потребительскую корзину. По данным Росстата, человеку в месяц необходимо 17,5 яиц. У нас здесь пока представлены десятки. Мы выбираем яйца, так, самые лучшие первой категории в упаковке, 10 штук. И цена 149 рублей 98 копеек. Мы купили, получается, положили в корзину 5 позиций. Это все выходит в 1283 рубля примерно. Ну, здесь где-нибудь будет написано. И вот у меня сейчас сомнение, уложимся ли мы в 3000 и сможем ли мы купить, ну, хотя бы всего по минимуму. Потому что у нас еще остались овощи, фрукты. У нас остались крупы, молоко. Вот как раз таки молоком мы подходим. У него цена 99 рублей. Проблем до 100. Ну, уже где-то 1383, ну, 1400 рублей у нас выходит вместе с молоком. И это 6 позиций. Оп, еще молоко по акции, нифига, 250 рублей в корзину. Уже корзина выходит, получается, 1641 рубль. Сейчас идем покупаем крупы, рис, гречка. Ну, самое банальное, что можно быстро сварить. К тому же у нас есть мясо, у нас есть сосиски, яйца мы взяли. И после как раз таки круп мы отправляемся уже за фруктами и овощами. Вообще мнения сейчас могут спокойно разойтись, потому что кто-то предпочитает рис в пакетиках, который можно спокойно быстро сварить за 5-7 минут. Кто-то покупает обычно вот такой, который нужно там замачивать и уже потом варить без пакетика. Озвучим цены сразу на два сегмента товара. Допустим, такой стоит 120 рублей, такой стоит 100 рублей. Каждый берет для себя примерно разница 20 рублей. Я думаю, она не сильно ударит по карману, учитывая тот факт, что кто-то может мясо купить, например, на 20 рублей дороже. И тогда цена будет примерно одинаковая. Я же лично возьму такой. Ну и такой же вопрос у нас к гречке. Дабы не было каких-то разногласий, я возьму гречку уже в такой упаковке. Тем самым мы стабилизируем определенные цены на покупку для каждого человека. И такая гречка у нас выходит 91 рубль. Напомню, рис в коробке у нас стоит 120 рублей. Так, ну с сахаром примерно возникает такая же трудность, как и с рисом и гречкой. Например, кто-то любит сахар в такой упаковке, кто-то любит в кубиках. Берем из расчета сейчас, что выгоднее. Такой пакет сахарного песка стоит 99 рублей 98 копеек. Округляем до 100. Это 1 килограмм. В коробке же здесь у нас 500 грамм, 51 рубль, ну почти 52. Берем вот этот. Так, мы едем. Мы едем за овощами и фруктами. Как сказал, с артурем! Сейчас наберем буквально всего понемногу. Если у нас останутся денежные средства, мы еще доберем, чтобы уложиться вот в 3000 рублей и соответствовать граммам, которые мы для себя поставили и рамке. Так, ну, лука мы взяли. Дальше у нас следующая наша остановка – это морковка. Обычно морковка здесь продается еще и мытая, но она периодически рублей на 20-10 дороже. Ну, я думаю, мы и сами дома сможем помыть. Главное, чтобы она вот без вот этого вот была. Морковка – 36 рублей 93 копейки. Следом у нас идет картошка и помидоры, огурцы. Картошка нам туда. Вот картофель молодой КНР – 79,99. Картофель «Красный Пакистан» – почти 100 рублей без одной копейки. Картофель «Приморья» – 47. Что брать из этого? Опять же, решать каждому. Но я думаю взять картофель, взять что-то среднее. Вот картофель молодой КНР – 79,99. Следом идут огурцы. Цена – огурец средний, мева, урожай, приморья. Это как какое-то имя, татарское или узбекское. В общем, цена за килограмм 149 рублей. И он еще по акции, он по скидке. Обычно у него цена 206 рублей 99 копеек. Но все мы знаем, как работают эти скидки и акции. Я все время сколько живу здесь и покупаю эти огурцы, они всегда стоят 149 рублей. Ладно, 149 рублей, идем взвешивать, посмотрим, сколько у нас выйдет за 3 огурца. Ну вот почти килограмм огурцов – 135 рублей 58 копеек. Вообще этот сюжет можно считать с какой-то стороны субъективным, потому что я беру на свой вкус. И то, что беру я, не всегда купят какие-то другие люди. Например, как и с этими помидорами. Кто-то предпочтет такой, кто-то, может быть, любит такие. Я стараюсь брать какой-то, скажем так, среднячок, чтобы примерно уложиться в корзину, в нашу продуктовую, и соблюсти какой-то такой ценовой барьер и диапазон. Помидоры набрали, идем взвешивать. Помидор розовый урожай Приморья – 299 рублей за килограмм, клавиша – 156. Ну вот примерно у меня все выходит столько же, сколько я и говорю цену. У меня все по килограмму примерно. Вот 292 рубля. Так, ну что, к концу нашей контрольной закупки у нас остается всего ничего. Потратили мы 2274 рубля. У меня осталось купить фрукты, и все. И мы идем на кассу, оплачиваем. Я думаю, сейчас купить буквально вот 3 яблока, пару, ну вот как раз зимняя груша – 149 рублей за килограмм. И я думаю, мандаринов или апельсинов, ну такое вот базовое, что люди обычно покупают из свежих фруктов. Ну, моя гипотеза максимально рушится, потому что мы потратили уже, не учитывая апельсины, 250 рублей. Вопрос еще, конечно, на сколько этого хватит, но мне кажется, рыба осталась. Нет, еще не все потратили. Так, ну, 3 апельсина, 200 рублей килограмм. Я думаю, они выйдут рублей. Вот сейчас просто я попробую предсказать, сколько это будет. Мне кажется, ну, рублей 70. Нет, я не предсказал, 120 рублей. А если пельмени рыбные взять? Ну, это же по факту рыба. Вообще прописано, что рыба и рыбопродукты. Поэтому, я думаю, акцентировать свое внимание только на рыбе мы не будем. А может быть, какие-нибудь пельмени рыбные взять или... Просто рыба реально дорогая. Так, ну вот, рыбные пельмени. Их цена... 600 рублей. А у меня палец был, чтобы там ценить? Да. О, вот это бэкстейджем. Так, ну все, мы уже на кассе, мы все набрали. Начинаем потихоньку пробивать товар. И посмотрим, сколько у нас в сумме все это выйдет, потому что, ну, погрешность не исключена. На данный момент времени у нас выходит 1327 рублей. Это пока что еще не все. Сейчас мы все до конца пробьем и скажем вам окончательную цену, сколько мы за это отдали. Несмотря на то, что мы немного вышли за рамки бюджета, но это не так критично. Всего на 45 рублей был больше наш чек. Так, вопрос в другом. Как вы можете видеть, я в другой одежде, а это значит, что и какое-то время прошло, и я питался тем, что купил. Скажу так, потребительскую корзину на 3000 рублей набрать реально, но хватит ее всего лишь на неделю-полторы. Выводы делайте сами. С вами был журналист Степан Скляров.